Первоначально в греческом языке слово «хюлая» означало «лес», причем как живой, растущий, так и мертвый, срубленный. И который, будучи срублен, становится дровами, древесиной. То есть материалом, веществом, из которого можно изготовить дом, кровать, стол, разную утварь для нужд повседневной жизни. И в латинском языке ему соответствовало два аналогичных термина «материя» и «сильва», что тоже означало «лес» и «чаща». И вот это двоякое значение греческого «хюлая», как одновременно живого и мертвого леса, зафиксировано уже очень рано, уже в поэмах Гомера. В частности, в Илиаде в шестой песне, в 147 стихе, говорится «листьям в дубравах древесных, подобны сыны человеков, ветер одни по земле развивает, другие дубрава вновь расцветая рождает». И вот здесь как раз слово «дубрава», то есть «лес», одетый листьями, передается греческим «хюлы». А с другой стороны, в 23-й песне, Илиаде в 50-м стихе, Ахилл, готовя погребальные игры в честь погибшего друга Патрокола, обращается к Агамемнону и говорит «Ты, владыка, мужей повели, Агамемнон леса к костру навозить и на отбреги все уготовить». И вот здесь слово «лес», то есть который служит материалом для погребального костра, тоже передается термином «хюлы». Философская история этого термина начинается позже, а именно уже у Платона. Платон использует этот термин в значении материала, древесины, вещества. И в одном из своих диалогов, а именно в Филебе, он употребляет это слово в связи с процессом возникновения, говоря, что «всякое вещество, хюлы, применяется ко всему ради возникновения». Таким образом, уже в недрах платоновской философии мы видим зарождение философского смысла этого термина, который потом окончательно сформируется уже у Аристотеля. У Аристотеля же термин «хюлы» уже приобретает свое окончательное философское значение. Уже он начинает употребляться как термин Аристотеля. «Хюлы» – это одна из четырех причин возникновения, изменения вещей или, можно даже сказать, бытия вещей. К этому термину он приходит, анализируя процесс изменения. Аристотель говорит, что всякое изменение совершается между противоположностями. Все, что хочет стать холодным, должно было сначала быть горячим. Всякое, что становится высоким, сначала было низким. Но противоположности не могут перейти друг в друга просто так, непосредственно, потому что при встрече с друг с другом они погибают, они аннигилируются. Таким образом, для того, чтобы вещь могла утратить одно качество и приобрести другое, должно лежать в основе противоположностей нечто, что само остается неизменным в процессе изменения. И вот этот субстрат, вот это подлежащее, остающееся неизменным в процессе изменения, Аристотель назвал как раз термином «хюлы» – лес, вещество. Если мы возьмем полученное определение материи как подлежащего и попытаемся рассмотреть его само по себе, то какие мы выводы получим отсюда для материи? Материя как подлежащая должна рассматриваться без формы, то есть как основу формы. И таким образом сама по себе материя, взятая как подлежащая, бесформена. А если бесформена, то и неопределённа. Аристотель говорит о том, что материя не является определённым нечто, она не есть вещь. Она есть как бы составная часть этой вещи, которая не существует отдельно от формы, но должна мыслиться без неё. Но как нечто неопределённое, лишённое формы и нечто бесформенное, материя тем самым оказывается чем-то совершенно несуществующим, неким меон. Потому что существующее – это то, что отвечает на вопрос «что это?», а в случае материи нельзя ответить на этот вопрос. Ну и с другой стороны, всякая форма может реализоваться только в определённой материи. Поэтому помимо негативного определения материи как чего-то лишённого формы, бесформенного, у Аристотеля есть и другое определение материи как возможности формы, как возможности реализовать ту или иную форму. Так что вот эти два определения материи, с одной стороны отрицательное, с другой стороны положительное, как лишённость формы, как возможность формы, как бы и составляют основной абрис аристотелевского понимания материи.